денис приветствую тебя привет всем наша традиционная для четверга встреча как и всегда обсуждаем рынке технически фундаментально говорим о самых стоящих событиях которые на наш взгляд мог стать источниками как раз получена латильность и задать рынку трендовые направления которых он к конечном счете будет придерживаться я предлагаю сегодня немножко разнообразить наш ассортимент тех инструментов на которые мы с тобой делали акцент последнее время добавить например американский фондовый рынок снг что скажешь отлично отлично конечно значит посмотрим я думаю что наш подписчикам будет тоже не лишним посмотреть еще и на фондовую секцию ну что давай тогда начнем с меня я хочу двух словах отметить то что я по-прежнему если крупными мазками разбирать ситуацию на рынке форекс почти убежден в росте американского доллара можем дублировать сейчас секундочку у меня первый инструмент который конечно же я не могу пройти стороной это индекс доллар текущей котировки 106 . 32 и на этой неделе у нас было два важных отчета это по ровничным продажам по промышленному производству как мы помним ни один из этих релизов не разочаровал покупателей доллара и учитывая то что растет показатель роничных продаж конечно же повышается вероятность еще большего разгона инфляции и в свою очередь повышение инфляции это то что выстилает такую ковровую дорожку для федеризирования касательно принятия решения по ключевой процентной ставки ноябрьское заседание совсем скоро 1 ноября я прям не уверен то что американский регулятор прямо сейчас созреет на повышение ставки но я думаю что до конца года все таки это решение может быть принято также хочу отметить что вероятность повышения ставки до конца года по инструментов и watch tool выросла за на последнее время за последнюю неделю почти до 40 процентов и подстегнула вот это ралли повышение индикатора и еще больше уверенности в росте доллара статистика которая тянется еще с прошлой недели по инфляции помним промышленная инфляция казалось существенно выше прогнозов общий показатель индекс потребительских цен не снизу как ожидали эксперты и как я уже отметил сейчас растут еще и показатели роничных продаж сегодня очень важные события для рынков 16.00 по gmt выступление паула мне крайне интересно будет послушать что он скажет я надеюсь то что он будет конкретен своих заявлениях с учетом тех данных которые вышли за последнее время потому что хочется покупателям конечно же доллара получить установку от федрезерва что регулятор по-прежнему настроен на еще одно повышение процента ставки это как к тенденции индекс доллара это инструмент который нужно понимать что с ним происходит потому что американская валюта она где-то отчасти а где-то практически полностью влияет на рисковые инструменты вот например пара евро доллара если сделан акцент соответственно рост курса американского доллара можно сказать что евро будет подавлить меня в этом также не сомневаюсь поэтому рекомендую шортить евро с целями 0.5 это ближайший когда срочный целевой ориентир хотя я думаю что вот это снижение может развиться в еще более глубокое падение более серьезную коррекцию и мощное развитие исходящего тренда мои такие среднесрочные цели это 1.04 даже пониже я не верю в рост евро с учетом тех экономических условий которые есть в еврозоне данные по инфляции которые вышли ранее казались что инфляция в еврозоне сейчас находится на 4 3 процента базу инфляция по моему четыре с половиной процента но если сравнивать значениями например полугодичной давности туда инфляция неуклонно снижать может быть это поможет европейскому центральному банку оправдать свое нежелание дальше повышать ставку вот тем прогрессом который есть с инфляцией ну потому что и cb не может сказать что в экономике настолько все плохо что он боится дальше повышать процентную ставку это было бы странно и без повышения процентной ставки на свои брифинге рассказывал рост евро но не может стать какой-то новой тенденции главный валютный риск на мой взгляд будет испытывать дальнейшей прессе так золото тоже для разнообразия 1950 долларов за тройскую ты знаешь денис вот если у тебя будет какая-то подсказка для наших подписчиков и для тех кто смотрит как и что можно делать золотом сейчас будет здорово но я немного скажем так я сейчас предпочитаю сохранять выжидательную позицию потому что вижу что золото разгоняют на фоне довольно оправданного наверное логичного ухода сейчас в защитный инструмент из-за событий на ближнем востоке из-за арабо-израильского конфликта который их постоянно скалируется и к сожалению есть посылки для того чтобы в этот конфликт был увлечен иран да как только произойдет и не дай бог произойдет то спрос на защитные инструменты он будет основной движущей силы на рынке золото улететь в космос там будет цепляться уже за уровень 1980 2000 долларов за трой скуму с индекс доллара также подрастет но тоже время я понимаю что при появлении малейших признаков деэскалации ситуации я в это наверное как и любой нормальный человек верю и надеюсь на это за золото будет испытывать давление со стороны как раз бодрого доллара и со стороны просто немыслимых показателей по доходности американских трежерис если бы сейчас были нормальные условия на рынке без ближнего востока без арабо-израильского кризиса конфликта то текущая ставка десятилетних трежериса а это уже 5 процентов уже давно отправила бы золото в районе 1800 долларов за трой скуму с но этого сейчас не происходит потому что рынок боится что обстановка в мире станет еще хуже и золото сейчас пользуется спросом такой фон знаешь вот противоречащий друг другу то есть есть факторы и негативные есть факторы позитивные не хочу выбирать какой из них будет все-таки доминирующей силы поэтому лично я бы рекомендовал сейчас золото вообще не лезть и что касается американского фонда рынка 4335 пунктов я сторонник продаж и думаю что в ближайшее время фондовый рынок протестирует отметку 4 300 4 250 4 200 и вообще может даже свалиться в районе четырех тысяч пунктов почему не верю в рост фондового рынка но потому что было бы странно если бы я верил учитывая что сейчас говорил про возможность повышения процентной ставки в сша и дальнейший рост стоимости фондирования кредитования это негативный фактор для особенно скажем костика акции высоких технологий технологического сектора снп и насдака также не стоит забывать что ближе к 17 сентября думаю что в начале ноября мы снова вернемся к теме обсуждения а что если в сша все же произойдет шатдаун если демократы республиканцы договорятся по государственному бюджету и вообще из-за вот этой общей геополитической нестабильности сейчас на мой взгляд но меньше всего что нужно покупать это рисковый актив а фондовый рынок снп это вообще эталон риска фондовой секции но не может фондовый рынок расти опять же когда есть возможность вкладывать в супер безопасные защитные американские трейлеры сдающие доходность 5 процентов ну принципе зачем иметь дело с фондой шорт как отметил приоритет так денис логбе так хорошо мне есть как раз чтобы уточнить по конкретным уровням сейчас все это покажу и так все экранчик погрузился и так по поводу евро я полностью поддерживаю нисходящий вариант движения и мы об этом кстати говоря и до этого мы тоже обсуждали на прошлых наших брифингах что на данный момент у нас ничего не поменялось то есть приоритетное движение вниз она по-прежнему у нас на рынке доминирующая цена находится в области нисходящего канала вот как у нас он выглядит он не менялся ничего с ним не происходило там маленькую совсем корректировку буквально сделали тот отскок который мы видели на этой неделе он абсолютно понятен логично он был он был сделан ну прямо пункт в пункт от сильнейших опционы проторговки контракта следующей недели причем вот эта цифра 3400 открытого контракта это было разовое влито то есть ну это огромнейшая как для недельного контракта просто огромнейший открытый интерес про торговым поэтому это абсолютно не удивительно что отсюда отскочили но опять-таки отскок носит чисто коррекционный характер и когда цена подошла к 2 маржинальной зонки в сочетании также с верхней границей нисходящего канала у нас как раз тот самый отскок вниз и произошел я считаю что он продолжится у нас как минимум до скопления ордеров в стакане на бирже цами здесь у нас как раз находится уже ближайшие крупные покупатели точнее желающие купить мы не знаем конечно уберут эти лимитки или нет но это тем не менее это 5 заявок суммарно на 504 лота это достаточно крупный размер как как для евро то есть здесь какой то есть крупняк то ожидая что есть цена сюда придет то потихонечку сюда могут откорректироваться но и учитывая вообще характер движения евро то и в принципе практически всех остальных валюту большинство из них движутся в диапазонах то есть тестируя свои границы максимум минимум и здесь тестирование минимум будет максимально логично значит по опционам то же самое подтверждается нижние нижний этот диапазон вплоть до 104 здесь у нас и опционы хеджи находятся и крупные проторговки месячного и текущего недельного контракта на текущей неделе у нас будет проэкспирировано уже завтра а вот месячный у нас будет с экспирации аж 3 ноября то есть времени еще у нас две недельки предостаточно для этого ну вот так что тестирование в район 104 50 как самая первая цель я считаю здесь наиболее вероятно поэтому да я буду держать продажи которые из прошлой недели продажи с текущей недели и основная по ним цель у меня 104 50 что касается золото значит по золоту здесь ситуации так чуть-чуть дуяко выглядит вообще если мы говорим например о продолжении роста то есть как ты уже говорил по поводу войны на ближнем востоке между арабским миром и израилем в данном случае под арабским миром я скорее подразумеваю то чьими руками это пытаются сделать то есть так называемая палестина в общем как таковой защитный актив золото и себя не представляет в принципе то есть но это немножко в другой форме выглядит то есть если мы посмотрим вообще в принципе на мировые все войны которые были до локально поддержку золото это дает но это больше носит себе шоковый эффект сейчас же как такового шока будет ну разве что в это включение войну ливана то есть насчет ирана честно я не верю что они вступят войну очень очень сильно в этом сомневаюсь по поводу ливана или сирии вот здесь вот уже 50 на 50 тем более это их давние враги серию хорошо думаю кто изучал помнится это в 60-е годы за что зуб у них на израиль ливан постоянно то же самое с хизбалла у них достаточно такие ультра правые их движения в общем золото я считаю что сделала у нас крупное перекрытие сегмента то есть если учитывать все вот это движение как цельный левый сегмент здесь а также накинул профиль это в принципе профиль полностью всего контракта который цепляет у нас все нисходящее движение и контракт на депоксис в эту же область попадает из получается что весит диапазон пробит если он пробит то это паттерн для очень крупного среднесрочного изменения тенденции выглядеть она будет вот вот так вот с очень большой вероятностью то есть движение вниз в качестве коррекции на формирование права сегмента накопления но это происходит опять-таки года один года месяца два приблизителем потому что левый сегмент у нас накапливался вот начиная еще середины августа и вплоть до практически конца сентября то есть это примерно полтора месяца то есть здесь у нас приблизительно столько же плюс минус есть есть конечно вероятность текущий попытается добить выше ну я этого не исключаю но пока еще тоже раненько говорит здесь одной из ранней индикации для входа будет пробой у нас близлежащего сегмента накопления сейчас я покажу тот который вот буквально сделали недавно это у нас 1000 1945 в общем если на четырехчасовом графике цена сможет закрепиться под уровнем 1945 то есть это откроет доступ к падению как минимум к самым ближайшему накоплению вот она и к более стратегическому дело в том что я не знаю честно кто так научил многих трейдеров думать ну что гэпы которые формируются что цена их обязана закрывать я очень надеюсь что вот эта ситуация когда две недели назад у нас золото открылось когда только вот первые начались теракты в сторону израиля и золото открылось понедельник крупный с крупным гэпом вверх то многие начали думать о все гэп закроем сейчас мы пойдем вот так вот закрывать я честно тоже думал что откорректируется так на закрытие потом пойдут уже вверх на рост потому что при каждом конфликте это происходит так вот в данном случае как раз многие становились на продаже чуть ли не сразу с открытия виде увидев этот гэп чему это привело но я думаю более тысячи пунктов просадки это это перебор далеко не все выдержали поэтому пожалуйста те кто сейчас смотрят и слушают запомните что не нужно торговать на закрытие гэпа потому что существует такое понятие как гэп на отрыв это означает что после гэпа происходит очень сильное импульсное движение те кто торговали на фонде думает момент прекрасно знают и эти гэпы могут не закрываться месяцами даже годами поэтому не надо торговать и думать каждый раз что гэп закроется гэп это всего лишь отсутствие котировок в определенном участке и не более того так по поводу индекса а да кстати и по золоту здесь есть еще также вероятное что после вот этого внутренние коррекции могут отлететь и от самой ближайшей зоны накопления вот она вас находится в районе 1920 это ее сердцевина в идеале конечно добить вот сюда вниз тогда будет полностью структурирован паттерн паттерн и будет хорошо сбалансирован вот но и также вариант в районе там 1920 25 здесь тоже достаточно возможен а по поводу индекса snp 500 здесь я полностью придерживаюсь варианта нисходящей тенденции что она продолжится в идеале как по мне протестировать 4 200 и отсюда сделать мощный отскок вверх сейчас у нас сезон отчетности рынок будет достаточно сильно колбасить вчера немного про пролилась тесла и она это больше связано скорее даже со стоимостью аккумуляторов хотя цены на литий уже потихонечку начинают падать но пока еще недостаточно плюс перебоев поставках поэтому с учетом таких вещей у нас считаю что нисходящее движение может запросто продолжится накопительная сегмент вверху тоже сделали поэтому я лично за шорт единственное конечно жаль здесь для красивых хороших входов немного не дошли до вот этого сильнейшего сопротивления 4 464 510 и если сюда конечно дошли с радостью отсюда продал потому что по аналогии например было сделано по движение по nasdaq но здесь красиво зашли в область сильнейшего сопротивления в сочетании с маржинальной зоной и отлетели точно так же вниз поэтому в принципе у них абсолютно синергичное движение общая корреляция просто разные степень волатильности движения так что смотрим какой вариант у нас выберет снг шкала кстати есть восходящий и нисходящий канал аси восходящий пробиваем то как раз подтверждаем нисходящий и движемся на 4 200 после чего уже достаточно глубокий отскок вверх так что если в целом подытожить индекс доллара у нас локально сейчас еще может пройти на рост соответственно остальные валюты против него на падение золото у нас само по себе живет здесь только при подтверждении продаж то есть пробой ниже 1945 только тогда можно работать на коррекцию ни в коем случае раньше потому что могут здесь проторговывать уходить выше и так далее ну и соответственно фондовые индексы тоже могут локально откорректироваться и дальше все равно вниз денис спасибо за рекомендации давай тогда ждать как отработать себя эти идеи еще раз сегодня выступают пау поэтому наш с тобой прогноз и ожидания того что фондовый рынок может локально просесть как следует может оправдаться я в это верен потому что пау в последнее время если и делает какой-то значимый акцент на перспективу монетарной политики все-таки допускает возможность ужесточения политики как мы понимаем для фондового рынка будет негативный момент еще раз денис тебе огромнейшее спасибо что в наше время подключился подсказал сориентировал как и что можно делать по тем инструментом которые мы анализировали тебе тоже хорошего закрытия недели хороших трейдов сегодня если будешь торговать момент удовлетворения паула после этого события ну и хороших выходных денис спасибо тебе да спасибо тебе тоже отличного дня выходных и до встречи в следующий четверг пока 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 пока